здравствуйте друзья мы начинаем с вами еще один урок занятия небольшое маленькое даже сегодня то что новость маленькая которая я провожу по новостям актуальным франции которые сейчас у нас в новостях можно встретить в принципе на любом источнике то есть в газетах журналах по телевизору чтобы вы могли сами включить телевизор или например в интернете найти какой-то сайт новостей и читать радоваться тому что вы все понимаете плюс еще темы такие что во первых я стараюсь чтобы проходила своеобразная такая повтори привезю такое своеобразное повторение потому что всегда очень полезно услышать несколько слов а потом в другом контексте их еще раз услышать и тогда вам будет легче запомнить потому что мы для своей памяти для своего мозга какие-то такие вот моменты выискиваем и делаем этот словарь немножко более особенным потому что у нас и так очень много информации чтобы он запомнил вот чем больше увидите в разных контекстах конструкций каких-то слов грамматики я иногда повторяю одно и то же может быть некоторым скучно вот скажите мне кстати скучно вам или нет потому что я повторяю но мне кажется вот особенно я концентрируюсь на тех правилах которые обычно с трудом даются вот я наверное каждый урок говорю вам про правила вошля то есть те кто не присоединился к нам сначала они еще об этом не знают а те кто 12 уроков у нас уже прозанимался то слышат что я каждый раз говорю про это правило вошля и сегодня буду про него еще раз говорить про множественное число про какие-то конструкции то есть я повторяю что потом вы уже к не знаю какому уроку сколько у нас будет с вами уроков сказали ну это уже одно и то же это очень легко мне вот это больше всего нравится потому что приходят ученики которые в течение нескольких лет над какими-то темами мучились думали и так далее говорили что это сложно а потом после нескольких занятий у нас школе или со мной конкретно они говорят ну это же так легко почему во первых я этим так долго занимался и не понимала во вторых не вообще ничего сложного нет самое прекрасное приятное что может быть вот нас уже в принципе нас что-то мало нас только 20 человек начну пока представляться для тех кто присоединился меня зовут ли юля я преподаватель французского языка преподаю обычно в москве и онлайн сейчас я живу во франции и не могу отсюда уехать и поэтому я в принципе в курсе всех новостей и знаю о чем говорят люди и поэтому делюсь с вами информацией этот курс французский через новости со мной организован благодаря франкотеке и библиотеке иностранной литературы они нам активно помогают если у вас какие-то вопросы возникают течение занятия вы их обязательно пишите здесь чате и мы на них ответим франкотека вам тоже поможет чтобы эффективно заниматься вам нужна новость и вам нужен документ и если вы не зарегистрируетесь или пока еще не зарегистрировались то вы будете эти документы и новости получать прямо вот здесь а если зарегистрируетесь то вам в рассылке франкотеки которая вас будет очень сильно заботиться пришлют эти новости заранее документ вам пришлют заранее и наверное эффект как мне кажется будет лучше почему потому что вы эту новость заранее посмотрите и когда уже какие-то у вас будут идеи и мысли и когда я буду же вам объяснять это уже на такой вот разогретый немного мозг ляжет и скорее всего вам лучше все это запомниться так что я вам рекомендую зарегистрироваться даже если вы зарегистрировались на предыдущие две недели лучше перезарегистрироваться еще раз потому что это мероприятие одно отдельно у нас идет как я буду сегодня работать с вами и как обычно обычно я сначала прочитаю эту новость достаточно медленно то есть чтобы вы ее понимали чтобы сильно вас в какой-то страх и стресс не вводить потом я сакцентирую внимание свое на некоторых аспектах на аспекте по лексике например коронавируса обычно мы все темы выбираем именно в этом контексте пока у нас есть коронавирус но оригинальные и потом лексика вот этой темы то есть специальная лексика кстати она у нас совпадает не кажется я вот так думаю вы заметили нет со вчерашней новостью то есть которая была 11 сегодня уже 12 дальше я разбираю статью перевожу прям все что не перевела вот в лексике я перевожу прям по строчке с фразы я строю некрасивые но так как они построены по-французски иногда у меня бывают какие-то небольшие такие торможения но вы принципе когда уже со статьей познакомитесь вы поймете мою логику и потом я обращаю внимание на грамматику и в конце уже дали свои комментарии там не только грамматика там еще определенные какие-то такие вот заметки которые мне кажутся важными интересными и в конце читаю на нормальном достаточно ритме и вы слушаете я надеюсь что вы мне потом в конце напишите пожалуйста как у вас было и как у вас будет я понимал 30 процентов лексики и вот конструкции и вообще мне было понятно все а потом стал понимать 80 60 или 100 и так далее это будет здорово напишите пожалуйста кто у нас первый раз очень интересно пока вот почему то сейчас много нас пока только 60 обычно нас больше вот будем еще чуть-чуть ждать потому что там надеюсь что все присоединяются кто хочет иногда бывает какие-то заминки мне кажется они связаны с тем что это очень популярное время иногда вот я тоже не могу подключиться все это очень долго загружается так что думаю что есть люди которые с трудом подключаются напишите пожалуйста в первый раз я рада вас видеть здорово напишите если пока вот тянем время откуда вы о нас узнали потому что тоже нам это очень важно рассказывайте друзьям о нас и если вы в первый раз то обязательно зайдите к нам на страничку в ютубе школу французского языка можно найти и там будут все остальные новости если вам удобнее с телефона смотрите может быть в инстаграме то в профиле франкотеки тоже есть все вот эти вот наши статьи которые до этого были они там сохранены у них плейлисте что вам еще интересно рассказать да если вам все понравится если вы довольны не забывайте поставить нам лайки а еще вы можете и нам будет очень приятно если вы оставите отзывы на страницах библиотеки иностранной литературы на странице франкотеки на нашей странице можно вообще везде а то мы вообще будем очень рады где есть возможность оставить оставляйте в ютубе гугле в яндексе мы прям будем читать и радоваться жизни Ну все, я думаю, что пора начинать, уже пора знать честь. Читаю статью, она сегодня короткая, вы можете смотреть на нее, можете не смотреть, как вам угодно, то есть если вы в себе достаточно уверены и вам полезно не смотреть на нее, то есть вы слушаете и в принципе тренируете восприятие со слуха, то да, если вы прям вообще 10-20% этой статьи понимаете, то наверное лучше смотреть, поскольку вы смотрите и у вас уже какая-то база, а то просто так слушать, когда еще медленно читаю, то есть неестественно, может быть это не полезно, то есть те, у кого уровень поменьше, вы смотрите в текст, те, у кого уровень уже больше 10% текста, вы понимаете, лучше слушайте и тренируйтесь. Но, я начну. Окей, интертеймент, телевизион. Coronavirus, les feux de l'амour s'arrêtent à cause de l'épidémie. Horreur, le tournage du feuilleton américain ne s'était jamais arrêté en 47 ans d'existence. Продолжение следует... Les téléspectateurs américains sont sévrés de leur épisode émédique quotidien des Feux de l'Amour. Le son mythique est à l'arrêt pour la première fois de son histoire, soit 46 temps d'existence est interrompue. Les producteurs des Feux de l'Amour ont annoncé qu'ils n'avaient plus d'épisode émédie en stock à cause de l'arrêt des tournages consécutifs à l'épidémie de coronavirus. Les chaînes CBS a donc pris la lourde décision de diffuser deux vieux épisodes regroupés chaque semaine autour de personnages principaux ou intrigues majeures. Par exemple, cette semaine, les épisodes diffusés seront les meilleurs mettant en scène Jeanne Cooper décédée en 2013 dans son rôle culte de Catherine Chancelleur. Cette période de rediffusion sera donc l'occasion de réaliser en somme. Plus belle la vie, plus pour très longtemps. Comme le rappelle le site ZAP, les Feux de l'Amour est le feuilleton le plus regardé en journée aux Etats-Unis, avec plus de 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Les fans français du feuilleton, nombreux eux aussi, peuvent quant à eux se rassurer la diffusion française à 3 ans de retard sur les épisodes américains. En revanche, il pourrait y avoir une rupture d'approvisionnement à Nénédie à cause de l'arrêt des séances de doublage en français. En France, toujours, plus belle la vie a arrêté ses tournages dès le mardi 17 mars à Marseille. Le vendredi 1er mars, les téléspectateurs découvriront un épisode inédit avant le début de rediffusion qui risque de durer au moins 6h20. Le dernier numéro de tournée est donc le 4050e. Et voilà, voilà, вот, научусь с вами лучше читать. Никогда в жизни так много не читала вслух. Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам статья? Интересна ли она, актуальна? Потому что очень интересно ваше мнение. Хочется вам выбирать самые лучшие статьи, самые актуальные, самые полезные. Так что пишите обязательно. Вау-ля, теперь разбираем с вами vocabulaire lié au virus. Те, кто с нами в первый раз, не забудьте, вы, когда пересматривать будете эти видео, это вам еще упражнение на чтение. Вот я сейчас не могла прочитать слово «appau-visione-mo», вуаля, даже не могу произнести. Очень длинное слово. Если бы я была более, точнее, менее ленива, я бы 10 раз это слово прочитала с пробкой до этого и с карандашом. То есть вы не должны совершать таких же ошибок. Видите, я вроде бы говорю нормально на французском, вроде бы нормально читаю, и я эту статью прочла. Но когда я ее прочитала про себя, то есть не произнося, мне это слово не показалось сложным. А сейчас пытаясь прочесть, и сложности возникают. А слово-то нам очень нужно и важно. То есть теперь я буду испытывать какие-то комплексы перед тем, как произносить его. То есть я вот после занятия обязательно буду работать с пробкой. И вы тоже. Этот текст вы слышите, как я его читаю. Лучше последнюю версию, надеюсь, второй раз я почту его лучше. Так вот, вы отрабатываете с пробкой, чтобы все вы хорошо могли прочесть. И когда будете потом прочитывать, вы себя еще на аудио запишите. Или, например, с каким-то другом, можете, кто французский знает, ему это прочесть. И он вам скажет, как, что. То есть ваша задача еще такая, если вы хорошо прям вообще отработаете его, чтобы впечатление создало, чтобы вы не читаете, а рассказываете. Ну, конечно, там будет не устроить, чем обычная речь. Но можете даже какие-то паузы делать. Как будто рассказывать. Это будет прям совсем здорово и круто. Сейчас мы на маленьких словах, на вокабуляре. Будем тоже тренировать наш речевой аппарат. Я вам даже, опять же, дома рекомендую останавливать видео, брать пробку и за мной повторять пробку. Потом без пробки, потом с карандашом. Вы увидите, как все вообще будет тут летать и как вы будете хорошо артикулировать. В общем, он идет. Ваша задача максимально хорошо повторять за мной и вытягивать. И интонацию вот эту вот вверх обязательно делать точно так же. Вокабуляр lié au virus. И все я приношу здесь, на кончику губ. У нас есть три ряда. Задний, средний и передний ряд. И вы все вперед. Лиé au virus. Дальше. Le coronavirus. Коронавирус. A cause de l'epidémie. По причине и за эпидемией. A cause, о закрыто. A cause de l'epidémie. Ensuite. Vokabulaire du sujet. Сейчас просто прочту и переведу, а потом мы еще раз более четко над произношением поработаем. Обратите внимание на конечные. Вот, например, в слове tournage обязательно ж нужно произнести. Ни ши, ни чего-то и так далее. Именно конечные нам важнее, чем какие-либо другие вообще слоги. On y va. Le tournage. Съемка. Le feuilleton. Сериал. Diffuser. Транслировать. Passer sur Tf1. То есть проходить. Передача проходит или сериал показывают. Даже вот показывать именно про сериал. На канале Tf1. Le telespectateur. Телезритель. An episode inédit. Мы с вами тоже прилагательно видели. А здесь у нас про эпизоды идет речь. То есть неизданный, еще невиданный. Тот эпизод, который мы еще... Новый, в общем. Не знаю, как по-русски говорится. An episode in a day. Неизданные. Ну, про эпизоды так не говорят в фильмах, в сериалах. Новые серии. Валя. Но дословно неизданные, несказанные, неувиденные. Ицет. On suite. Le submitique. Это как вот мыльное... Называют у нас тоже сериалы, что-то с мылом связано. И вот это точно так же английское слово опять. Митик. Такая... Как мифический. То есть тот, который уже столько лет длится. И уже он оброс различными легендами. И необычный такой. То есть, наверное, действительно, сколько... 47 лет снимать сериал. Один тоже. У нас тоже Санта-Барбара была, я помню. Давно-давно. Мы и то про нее говорили, что так много лет идет. А это вообще уже 47 лет. Бон-бон. On y va le productor, producer. Avoir un stock. Иметь в запасах. На складу. Ну, просто про фильмы не говорят, что они там находятся на складе. Ну, а... То есть в запасе. Которую еще не показывали. Дальше глагол severé. Очень красивый глагол. И здесь он так употреблен. Потому что вообще его употребляют, когда от груди ребенка отнимают. И то есть бедные люди, которые смотрят этот сериал каждый день, их прям как от груди материнской. Вот. Отняли грудь. И они вот не знают, что теперь делать. Будут бедные все страдать. Так что c'est vrai. La chaîne. Это канал. Обратите внимание вот на этот домик. Это Сирконфлекс. Он не просто так. Это... Вообще он играет... Сирконфлекс разные роли играет. Функция у него есть. Но вот часто очень различные насточные знаки, еще и вот особенно вот этот, имеют смысл различительную функцию. Потому что без вот этого домика это будет слово цепочка. Например, вот цепочка из золота на шее. Из серебра тоже может быть. А la chaîne вот с таким вот домиком, это будет канал. И так много очень разных слов в французском, которые пишутся совершенно знаково, только вот этим домиком отличаются. Обратите внимание. Так что вы его обязательно пишите. Это будет цепочка. Дальше. Ле персонаж принципал, прилагательное мужского рода, заканчивающийся на аль, прилагательное множественное число мужского рода, будет заканчиваться на а, у, икс. Ле персонаж принципо, принципаль, принципо, интернационал, интернационал и так далее. L'intrigue, majeure, главная интрига, mettre en scène. Постановка у нас есть, mise en scène. И вот это, то есть, кого-то на главную роль выдвину, потому что именно в этом контексте, это не всегда на главную роль, но так здесь какого-то персонажа взяли и его на сцену поставили, то есть чтобы все его видели. Mettre en scène. Лагul décédé вообще в прессе или в каких-то официальных заявлениях очень редко употребляют глагол mourir, умирать. А говорят décédé. Это как скончаться. Это не сказать, что это эфемизм, но это как-то красивее и более официально звучит. Дэсэдэ. Le rôle, культовая роль, то есть та роль, за которую, наверное, его чем-то, может быть, наградили, или та роль, по которой его все узнают. Бывает, что к актеру какая-то роль прикрепится, и вот le rôle культа. Дальше. Период вот этого, вот этой трансляции еще. То есть дефюзион, это трансляция впервые, а родефюзион, они заново эту трансляцию делают. То есть в французском языке очень легко. Вы берете «р» и прибавляете ко всему, и вот это снова еще раз, а нам во французском нужно будет снова еще раз какие-то длинные конструкции строить. Они даже, например, могут сказать, мы с вами встретились с утра, поздоровались, и, например, я пишу вам письмо, вот мы в одном офисе работаем, и я могу вам сказать «рой божью», еще раз «здравствуй». И вообще там «рой вуар» кого-то, «рой гу герде» пересмотреть, «рой божье», я еще хочу еще раз съесть что-то. Вот эту «рой» добавляйте, и не стесняйтесь, и нам будет казаться немножко странным, а у них это все в порядке вещей. То есть не «дифюзе», а «родифюзе» и так далее. Ensuite, «le plus regardé en journée» самый, как бы, вот у меня с русским, самый популярный, самый просматриваемый сериал, который смотрим днем. То есть, представляете, днем люди смотрят этот сериал, они должны быть на работе, они его смотрят. Вот «en journée», там целых 4 миллиона людей, может быть, они отвлекаются от работы и смотрят его. И вот этот артикль «le plus regardé» это «самый», например, «le plus manger» самый популярный, который едят, «le plus populaire» самый популярный, «le plus visite» самый популярный музей, который посещают, «le plus», много-много примеров можете создать, «le plus» какой, и дальше можете «particip» или «прилагательное» поставить, «participation», это будет тот, который больше всего что-то делает. Причем, если женский будет род, то «le plus regardé» и еще «regardé» будет «eux» на конце. Например, «la machine à la veille» la plus achete. Машина стиральная, самая покупаемая, например. Ну, то есть, вы свои примеры придумайте, но принципы должны понять. «le doublage en français», «doublage» и в русском «doublage», правильно? То есть, когда озвучку делают на французском. Обратите внимание, предлог «en français». И дальше, мое любимое сочетание, сейчас я его прочитаю. «une rupture d'approvisionnement», «anennédит», «средоточность». Не все так плохо. «Rupture» – это пауза, это разрыв какой-то, «approvisionnement» – снабжение, то есть, сбой в поставках, «anennédит», имеются в виду эти эпизоды, которые еще никто ни разу не видел. Et voilà! Сейчас я все прочитаю, вы прям… Это для вас медитация, то есть, вы должны отстраниться от всего, что вокруг вас, максимально повторить меня и даже артикуляться. То есть, ваш рост должен быть вот такой большой, вот прям огромный, вы должны артикулировать так, как никогда, потому что в русском мы артикулируем мало, во французском – много, и вам нужно привыкнуть, что вы это делаете. Начали! «le vocabulaire du sujet», «le tournage». «le feuilleton», «diffuser», «passer sur TF1», «le телесpectateur», «un эпизоде inédit», «le shop mythique», «le producteur», «avoir en stock», «c'est vrai», «la chaine», «le personnage principal», «les personnages principaux», «l'intrigue majeure», «mettre en scène», «décéder», «mourir», «le rôle culte», «la période de rediffusion», «le plus regardé en journée», «le plus regardé en journée», «le plus regardé en journée», «le dublage en français», «une rupture d'approvisionnement en inédit», «l'intrigueux». «l'intrigueux». Тоже будет одинаково. Я вам рекомендую вот эти даже слова потом опять записать, записать себя, переслушивая видео, записать себя на диктофон и послушать. Везде ли вы произносите «le как le», потому что, к примеру, «ya» во французском – это «je», а «ya imé» – это «je». И многие вначале спрашивают, какая разница. Разница колоссальная. Одно – это «ya», а второе – это «ya имею». Там еще глагол спрятался. И вот тут нужно быть абсолютно внимательным каждому маленькому слову и каждой детали. Вот, посмотрите, пожалуйста, на это. И точно так же. «y», 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 «y» у вас или немножко похоже на «u», не должно быть похоже на «u». Чтобы все было аккуратненько. «t», например, «producteur», нужно широко открыть рот. Если вы его не открываете, там будут совершенно другие звуки. Невозможно открывать рот по-другому или вовсе его не открывать и получать такие же звуки. Вспомните, зачем вы учили французский. Зачем вы это вообще все начали? Вам он понравился. В основном люди влюбились в то, как он звучит. И если вы будете сейчас произносить кое-как, не стараясь, то, в принципе, других вы и до этого могли бы слушать. А теперь нужно, чтобы все слушали вас и тоже говорили, как круто ты говоришь на французском. Прямо как настоящий француз. И это можно сделать. Вот. Дальше. Le vocabulaire de l'article. Как и в прошлый раз, как и вчера, и опять я сейчас буду путаться с этим словом английским. La cueille, l'entertainment. Вообще мне очень трудно английские слова произносить. Они действительно все произносят на «à la francaise». Я вроде английский знаю, но по-английски трудно ему произнести, когда во французской фразе ты его произносишь. А английская на французский манер практически для меня очень трудно. Но вот я пытаюсь l'entertainment. Voilà. Bon. Ensuite, publier, публиковать, mettre à jour, обновлять страничку, когда вы, например, что-то написали новую или подкорректировали ошибку. Вот здесь у нас статья. Скорее всего там ошибки какие-то заметили. И ее обновили. Le partage – это факт того, что кто-то поделился этой публикацией. Обратите внимание, шесть с половиной тысяч людей поделилось этой публикацией. Этот сериал реально очень известный. Я его, я сериал вообще никогда практически не смотрела в своей жизни. Ну вот, может быть, 30 лет назад или 20, какие-то там были. «Санта-Барбара», «Трафиканка» – это то, что я помню из моей реальности. «Дикий ангел». И вот во Франции тоже. Я, вот честное слово, я слышала об этих «Ли Фюдулямо» часто, но они как-то мимо меня проходили. А чтобы подготовиться к этой статье, когда я ее видела, я почитала чуть-чуть. Очень известная штука. Просто очень известная. Ну, я удивлена. Если уже шесть тысяч статью только-только-только опубликовали, если вот еще раз посмотреть, это, по-моему, статья, которую чаще всего перепостили, потому что я всегда читаю, сколько людей перепостило статью, и это прям очень много. Мне кажется, какая-то часть жизни я упустила. Может, стоит его смотреть? Валя. Расскажите, если будете в другом. Ну и бом. Алёва. Переходим к переводу. Я вам перевожу. Предупреждаю, если вы чувствительны к русскому языку, то лучше не слушайте меня, потому что это больно. Вот фразы я делаю некрасивые. Аккёвье – это первая страничка, как хомпейдж, домашняя, самая главная. Энтертеймонт – это как развлечение, шоу-бизнес, телевизион, телевидение – рубрика. Коронавирус – огонь любви, или даже огни любви, пожары любви. Заканчиваются, останавливаются даже, останавливаются с аретей по причине эпидемии. Эрр, ужас. Съемки вот этого сериала американского «Никогда не останавливать за 47 лет существования». Представьте. Опубликовано 27 апреля и так далее. 15 комментариев, 6,5 тысяч людей этим поделились. Дальше. Огни любви, пожары любви, транслируемые в 13.50 с 1989 года перешли на 11.00 и на канал TF1. TF1 – это достаточно один из самых известных каналов Франции, если уж они его купили, прям вообще. Ну и вон. Начиная с этого понедельника телезрители американские, оторванные от груди, как оторванные от груди от своего эпизода нового, еще не показанного, ежедневного, вот эти «Огни любви». Вот этот мифический, вот этот мифический сериал, вот эта мыльная опера в остановке, насловно, впервые в своей истории, а именно 47 лет существования непрерывного. Продюсеры «Огня любви» объявили, что они, что у них больше нет неизданных эпизодов в запасе по причине остановки съемок, связанных, являющимся следствием эпидемии коронавируса. Канал «Сибиэса» приняла тяжелая «Люрда де Сизьон» транслировать старые эпизоды, собранные каждую неделю вокруг главных персонажей или главных интриг, то есть они их перегруппировали. Например, на этой неделе эпизоды, которые будут транслировать, это лучшие эпизоды, которые главным персонажем делают Джан Купер, умершую в 2013 году, в ее культовой роли Катрин Шинцелёк. Этот период заново вот этих, я даже не знаю, как пора сказать, новое возобновление трансляции еще раз будет таким образом «Люрказжо» прекрасным шансом пересмотреть все это в общем, то есть повторить все это в общем, вспомнить лучше. Ensuite, «Плю бэль лави» «Жизнь красивая» – это название сериала французского. «Ненадолго еще» «Плю пур трэ лонтон» «Больше ненадолго» «Сейчас объясню». То есть, переформулируя, то есть, вот этот сериал «Плю бэль лави» «Хватит ненадолго еще». И вот объяснение. Как это напоминает сайт «Азап» «Огонь огни любви» сериал самый просматриваемый в течение дня в Соединенных Штатах с четырьмя миллионами телезрителей каждый день. Французские фаны французские фаны этого сериала многочисленные они тоже смогут, что касается их, быть спокойными, увериться дословно. Трансляция французская имеет три года опоздания по отношению к эпизодам американским. То есть, в Америке уже три года шли и только во Франции началось, и поэтому у них есть три года в запасе. Зато может иметься вот эта вот пауза в поставках вот этих вот неизданных и непоказанных эпизодов по причине того, что остановили сеансы озвучивания на французском. То есть, они озвучивают медленно. Во Франции, что касается Франции, то есть, во Франции тем временем я бы перевела это уже в данном случае, «Plus belle la vie» также остановила съемки с вторника 17 марта в Марселе. Пятница, 1 мая или в пятницу, 1 мая телезрители откроют для себя познакомиться с последним эпизодом неизданным перед началом повторной трансляции, которая рискует длиться по меньшей мере семь недель. Последний номер снятый будет таким образом в 4050-м. Валя, 4050 серий сняли люди. Скажите, пожалуйста, все ли понятно? Задавайте свои вопросы, а я на них отвечу чуть попозже, когда я посмотрю ваши вопросы. Но мне кажется, она не очень сложная, эта статья. Небольшой такой анекдот. Кстати, в французском слово «анекдот» это не анекдот, что надо посмеяться, это какая-то такая история любопытная. Так вот, «Лю фюютон», не знаю, знаете ли вы, но мне, когда я узнала, было интересно. Раньше, почему это «фюютон»? Слово «фю» листочек. Раньше вообще вот эти сериалы, это книги были, потому что писатели, каждый договаривались с издательствами, с газетами, например, и каждую неделю или каждый месяц они, например, выпускали какой-то кусочек своей истории. Например, даже, по-моему, ну, «Бальзак», во-первых, так делал, автор, например, у нас в Толстой тоже, по-моему, Анну Каренину, он кусочками в газеты отдавал на публикацию, и люди вырвали вот эти вот листочки и склеивали, и поэтому называется «Фюютон» как сериал. То есть раньше сериал, вот наши самые такие вот интересные романы, ну, не все, конечно, но многие были раньше вот такими кусочками собранные по этому сериалу. А потом, когда уже телевидение появилось, этими же «Фюютонами» начали называть и сериалы телевизионные. Так интересно, что мы сейчас ждем серий, а раньше люди книги собирали так. Мне кажется, это очень прям интересно. Что тут еще интересного? В принципе, тут все интересное. Сейчас перейдем к грамматике. Два выражения «A cause and raison» по причине и «за». Но в основном «A cause» это когда мы акцентируемся на негативном аспекте, а «an raison» мы пытаемся уже не то, что что-то случилось, и это виновата, а мы что-то, например, не сделали, потому что у нас есть на это веская причина. То есть вот акценты смещены. В принципе, очень такая легкая разница. Если вам интересно, я вам рекомендую всегда вести «A cause», вести «A raison», например, в Твиттере, и посмотреть, как люди употребляют эти выражения во фразах. И вы, чем больше вы будете таких фраз сравнивать и читать, вы поймете вот этот легкий нюанс. Дальше. «En quarance et temps de resistance» меня здесь интересует предблог «on» «за какое-то время» переводится. Например, я сделаю эту работу за два часа. «Un deux heures». Я съем этот торт за две минуты. «Un deux minutes». Придумайте, пожалуйста, себе какие-то примеры, вот когда за какое-то время вы что-то делаете. Предлог «on». «Depuis au lendemain» это… Мне интересно здесь, во-первых, вот этот предлог «depuis». Значит, что-то началось в прошлом и длится до сейчас. Потому что, если что-то началось когда-то, и, например, это было точное действие, это будет «Ilya». Например, «Je… je suis venue à Moscou il y a dix ans. Я приехала в Москву десять лет тому назад. Voilà. А, например, «je vis à Moscou depuis dix ans» это значит «я живу в Москве десять лет, depuis dix ans» уже как десять лет, десять лет назад ты начала жить в Москве и до сих пор живу в Москве. Так вот, вот эти примеры себе в голове тоже попробуйте собственные создать. «ce lundi» в этот понедельник, и, как я уже говорила, можно сказать «ce lundi» про будущий понедельник и про прошедший. Все будет решать глагол. То есть по глаголу вы поймете, о каком понедельнике идет речь. «être à l'arrêt» быть прерванным, быть в остановке. Поможет вам или нет, я вам уже говорила про этот домик, он еще ставится там, где до этого после него стояла какая-то буковка, и она пропала. И у нас, например, слово «esfet» это «feste». Есть слово «bet» животное, да, «beste» раньше было. А здесь был «arrest», «arrete». Глагол «arrete» кого-то тоже арестовать. Но так как это «se» пропало, «es», то вместо нее стали ставить домик. Если вам интересно, у нас есть какое-то видео у нас на канале YouTube про это. Только я не помню, какое. Если я вдруг его найду, я вам всегда его скину под видео. Дальше. «Pour la première fois» впервые. «Pour» предлог. Придумать тебе что-то. «Pour la première fois» «je nage». Например, я плавала в первый раз. «Pour la deuxième fois», «pour la troisième fois». Примеры разные. Вот этот предлог, он не очевиден, мне кажется, «pour». Первый раз мы хотим сказать какое-то другое, мне кажется, получается, для первого раза. «Il n'avait plus d'épisode», что мне здесь важно. Во-первых, отрицание. Я про него вам уже говорила, но не по-леннюю сказать еще раз. У нас есть отрицание обычное. «Ne pas». «Je n'ai pas d'épisode», «у меня больше нет эпизодов». Это просто глагол, наличие отрицается. А может быть, какое-то более конкретное отрицание. «Je n'ai rien», «у меня ничего нет», «Je n'ai personne», «у меня никого нет», «а здесь у меня больше нет». Это значит, что раньше было, а сейчас нет. Вот это «plus». Например, я вам, например, уже такое давала. «Je n'ai plus plus de viande», «я больше не ем мясо», значит, раньше ела. «Je n'ai plus plus de sport», «я больше не занимаюсь спортом», значит, раньше занималась спортом. «Plus», значит, что-то раньше было. И вот у людей, у бедных наших продюсеров этого сериала, за 47 лет всегда были эпизоды, а сейчас больше нет. Это раз. И, во-вторых, отрицание. «D'épisode» неопределённый артикль превращается в отрицание в «de», потому что, в принципе, вы отрицаете. В русском вы тоже говорите, «У меня есть машина, у меня нет машины». И во французском «Je n'ai plus d'épisode», «Je n'ai pas d'épisode». Вот это вот «машины», а артикля нет, потому что предмета нет, мы его отрицаем. Дальше. «Consecutif a», мне это нравится. «Это являющийся следствием чего-то». По-русски я такое редко говорю, но вот по-французски «consecutif» я, наверное, сейчас вот его увидела, вспомнила и буду теперь стараться где-то применить. «Consecutif a». Во фразе ещё раз посмотрите, мне кажется, она очень красивая. Дальше. Два варианта вам дала, чтобы ещё артикль немножко повторить. «Prendre la lourde décision» и «prendre une lourde décision». Ну, во-первых, вообще выражение «prendre une décision» – «принимать какое-то решение». «prendre une décision». А здесь, смотрите, они приняли, во-первых, прилагательное «lourde» это в контексте что-то действительно тяжёлое, сумка тяжёлая и так далее, а здесь они его употребили абстрактно, в абстрактном, метафоричном, то есть такое тяжёлое решение. Это рад. Во-вторых, здесь почему «la lourde décision» употреблено? Потому что они уже говорили о чём. Мы прямо с самого начала статьи знаем о том, останавливают съёмку, останавливают вот этот показ сериалов, потому что нет больше возможности снимать. Вот это мы знаем, о чём речь. «Unde lourde décision» – «не нужно принять одно тяжёлое решение, сложное». Вы ещё не знаете, о чём речь, тогда я говорю «une lourde décision». Здесь употреблено «la lourde décision», потому что мы знаем, какое у нас решение должно быть принято. Дальше. «Devues épisodes» Эпизод, кстати, тут «s» у нас на конце. Я думаю, что вы заметили, исправьте себя, пожалуйста, что это значит. Это у нас любимое уже всеми правило «важля». Мне кажется, все, кто смотрит мои уроки, они его знают лучше всех. Если вот до этого вы не слышали про это ничего, то сейчас оно вам как родное, мне кажется, самое известное правило. Кстати, это вообще не «важля» сделал это правило, а другой грамматист. у меня есть тоже по этому видео, я попытаюсь его найти и скинуть. Вот. Но есть такая теория, что они придумали это правило, которое, в принципе, никак не логично. То есть в языке может быть что-то логичное, я слышу что-то, и потом констатирую, говорю, что вот это правило, а это вообще не логично, что когда у вас прилагательное во множественном числе, предшествует существительное во множественном числе, вы не ставите артикль «de», а должны ставить «de», почему-то. Непонятно почему. Есть такая теория, что они хотели именно вот в XVII веке найти и идентифицировать тех людей, которые грамотные. То есть они, значит, учили правила, и вот и даже называли это правило одним из самых таких красивых, изящных правил французского языка. Но мне кажется, в этом что-то есть, когда у человека такая аккуратная речь, и он все правила знает, и что вот «de vio» за эпизод. Мне кажется, действительно красиво. Я вот когда услышала, что вот его называли как душой даже, одним из самых таких вот высоких правил французского языка, я даже это почувствовала, мне кажется. Так что я на него всегда внимание обращаю. Обратите внимание, что да, никогда мы не скажем «de vio» за эпизодом, мы скажем «de vio» за эпизодом. Но это не мешает многим французам даже в газетах, и мы с вами это видели, говорить «de vio» за эпизодом. Но это не страшно, это не как одеть-надеть, это не как еще какие-то бывают, это менее страшно. Да, министра. То есть надеть-надеть, это сразу в глаза бросается. А здесь вот это, даже не знаю, с чем сравнить, такое легкое, действительно очень аккуратно, но в принципе люди, с которыми я общаюсь, в основном правильно говорят. Дальше, «être l'occasion de», «быть удачным случаем», «occasion», то есть «повезло». Дальше, «ensemble», «в общем», «в общих чертах» и так далее. Ensuite, «avec plus de 4 million de téléspectateurs», здесь мне нравится «plus de», так как идет не отрицание, а прибавление больше, чем 4 миллиона, эту «s» мы прочитываем, «avec plus de 4 million de téléspectateurs». Дальше идет «quante», обратите внимание, «quante» пишется на конце, «quante» произносится, «что касается», «quante moi», там дальше идет у нас ударное местоимение, «quante moi», «quante toi», «quante lui», «quante elle», «quante nous», «quante vous», «quante eux», «quante elle». «Что касается меня», «что касается его», «что касается их», по мнению можно выразить, «quante moi je pense», «что касается меня», «я думаю» и так далее. Дальше, «avoir trois ans de route sur les épisodes américains», «иметь три года отстрочки опоздания» по сравнению с эпизодами американскими, или просто «avoir deux routes», просто иметь опоздание, не конкретно. Дальше, «avoir, зато», вот прям так «зато» и переводится, «что-то в противовесе идет предыдущей идее и мысли», или, например, «чего-то не хватало, зато другого хватает», «чего-то нет, зато другое есть». То есть, в основном, это какие-то позитивные моменты вводят. Мне нравится предлог «de», «начиная с», прям вот точка такая, «начиная de mardi», прям с понедельника начинаю, «начиная de lundi», «courir», «начиная faire de jougui», «начиная бегать», прям с понедельника, «решила, буду бегать». Дальше, «risquer de faire quelque chose», «рисковать», «что-то делать». Обратите внимание, здесь предлог «de», он нам очень важен, «risquer de faire quelque chose». И «donc», «donc», у него есть разные значения, можно просто сказать «donc», то есть, как такое даже слово-паразит, ничего, ну, немножко такая есть функция резюме, но, в принципе, не особо-то. Вот. А здесь, посмотрите, в этой статье, в разных значениях. «donc», точку поставить, действительно резюмировать и так далее. То есть, можете различные фразы просматривать, где этот «donc» встречаете, и убедиться в том, что у него бывают разные функции. «Имня». Теперь вы отдыхаете, вы уже устали, я думаю. Напишите, кстати, «устали» или «не устали», вопросы какие-то, если вдруг непонятно по грамматике, и я все прочту и все вам потом отвечу. «Читаю» еще раз, вы максимально расслабляетесь, потом потому, что вы мне должны будете написать, как вы понимаете, со слухой теперь эту статью, и зажали все пальчики, чтобы я все прочитала без ошибок и все бы говорила. Что-то я уже беспокоюсь. «Они-ва», начинаем. «Аккьюиль», «энтертеймент», «тélévisions», «коронавирус», «les feux de l'amour», «съ arrêtent» «à cause de l'épидémie», «horreur», «le tourнage du feuilleton américain ne s'était jamais arrêté en 47 ans d'existence. Horreur ! Pardon. Publié le 27 avril 2020 à 15h50. Mise à jour le 27 avril 2020 à 15h58. 15 partages, 6500 partages, pardon, 15 commentaires. Les Feux de l'Amour, diffusés à 13h50 depuis 1989, sont passés à 11h sur TF1. Depuis ce lundi, les téléspectateurs américains sont sévrés de leur épisode énergétique quotidien des Feux de l'Amour. Le sort mythique est à l'arrêt pour la première fois de son histoire, soit 47 ans d'existence ininterrompue. Les producteurs des Feux de l'Amour ont annoncé qu'ils n'avaient plus d'épisodes inédits en stock à cause de l'arrêt des tournages consécutifs à l'épidémie de coronavirus. La chaîne CBS a donc pris la lourde décision des diffusés de vieux épisodes regroupés chaque semaine autour de personnages principaux ou intrigues majeures. Par exemple, cette semaine, les épisodes diffusés seront les meilleurs mettant en scène Jeanne Cooper, décédée en 2013 dans son rôle culte de Catherine Chancelor. Cette période de rédiffusion sera donc l'occasion des révisés en somme. Plus belle la vie, plus pour très longtemps. Comme le rappelle le site OZAP, les Feux de l'Amour et le Feuilleton, le plus regardé en journée aux États-Unis avec plus de 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Les fans français du Feuilleton, nombreux eux aussi, peuvent, quant à eux, se rassurer. La diffusion française a trois ans de retard sur les épisodes américains. En revanche, il pourrait y avoir une rupture d'approvisionnement, un inédit, à cause de l'arrêt des séances de doublage en français. En France, toujours, plus belle la vie, a arrêté ses tournages dès le mardi 17 mars à Marseille. Le vendredi 1er mai, les téléspectateurs découvriront un dernier épisode inédit avant le début de rédiffusion, qui risque de durer au moins 6 semaines. Le dernier numéro tourné est donc le 4050e. Et voilà, et que vous m'avez dit, s'il vous plaît, si vous avez tout compris. Напишите мне, пожалуйста, как вы воспринимаете этот текст теперь, после всей нашей проделанной работы, как вы себя вообще чувствуете, устали-не устали, как у вас с лексикой, в общем, пишите, я почитаю на засуге. Я то, что это изолировано, буду читать и отвечать. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо большое франкотеке и библиотеке иностранной литературы за поддержку и организацию этого мероприятия. Увидимся с вами завтра в 15.00 в Москве. Видео, которое вам наобещало, я сейчас сюда, если найду, вышло. И этот выпуск будет у нас уже на канале YouTube. Увидимся завтра. Au revoir. Спасибо. 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 Спасибо.